ПЕСНЯ 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал! 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал 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 DimaTorzok ДимаTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Торзок 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 Продолжение следует... 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 «Симон» Субтитры подогнал «Симон» 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 «Симон «Симон» Потому что Бог — это Личность. И чтобы понять Личность, конечно, можно о Нем слушать. Конечно, нужно слушать эти истории, нужно понимать Его природу. Но самый главный принцип простой. До какой степени я тебе нужен, до такой степени я в твоей жизни и проявлюсь. Правильно? И вся как раз трагедия нашего существования заключается в том, что мы свое сознание растворили в гунах материальной природы. Мы его настолько растворили в гунах материальной природы, что не видим разницы, большой разницы между страстью и благостью, между страстью и неверством. Наше сознание буквально опутано этими веревками. Никто не видит этих веревок, правильно? Ну вот только если на шее какая-то висит. Но наше сознание растворено в этих гунах. И эти гуны, они как такая субстанция, которая ассимилировала в себя наше сознание. И это сознание, оно прилипло к этому материальному миру. И поэтому существует очень много фильмов, очень много литературы, где человек может слушать, смотреть эти фильмы, читать эти книги и погружаться в иллюзию этого мира. То, что мы не можем попробовать в своей жизни, можем попробовать в книгах, в сказках, еще где-то, и померить на себе эльфа 80-го уровня. Или еще кого-нибудь там, принцессой себя ощутить, хоть где-то в мире, да, хотя бы в книжке. До тех пор, пока нас интересует мирская литература, до тех пор, пока нас интересуют мирские разговоры, мирские фильмы, это означает, нас интересует жизнь в материальном мире. Нас интересуют эти образы, которые создают материальные энергии. Они привлекательны для нас. И от этого есть только одно лекарство. Слушать обыгры верховной личности Бога. Потому что в Багватасандархах приводится очень интересный такой ответ на вот этот вопрос, почему Бог, сам Бог является здесь, в который господин Кураев-то не мог поверить. Почему Бог является сюда, здесь? Ответ не поверить. Сновшибательный ответ. Он появляется сюда только потому, что Он опьянен нектаром своих игр. Представляете? Из большой, из большой радости Он появляется здесь, как в тексте мы прочитали, что есть игры, которые Он проводит в духовном мире, проводит в материальном мире. И когда вот эта степень нектара, в которой Он погружается, переполняет Его, Господь проявляется здесь. Зачем? Чтобы поделиться этим нектаром с подготовленными преданными, с подготавливающимися преданными, в ответ на их молитвы, Господь появляется перед нами. То есть, все в соответствии с 4-11. Настолько мы нуждаемся в Кришне, настолько Он и появляется перед нами. И мы стремимся к играм в материальном мире, побуждаемые дефицитом, побуждаемые материальным желанием окунуться в какую-то материальную бхаву. Кришна появляется здесь, потому что Он объединен своими играми. Играми в теме, где Его преданные проявляют любовь к Нему. И Он купается в этой любви и отвечает на это. Потому что, чтобы изучить личность, нужно понять Его характер, нужно понять Его характеристику. И Кришна – это изначальная верховная личность Бога. Это форма, которая предназначена для наслаждения. Бог – это тот, кто наслаждается. Наслаждение – это означает, Он наслаждается отношениями. Отношениями с другими живыми существами, с преднами. Там есть разные расы, разные взаимоотношения. Бог – это тот, кто наслаждается этим отношениями. И Он проявляет эти отношения, и проявляются эти игры. И Его игры в высшей степени удивительны. В этом тексте, который мы прочитали, сказано, что эти игры были настолько удивительны, что даже сам Бог в образе Господа Рамы, в образе Господа Варахи, даже в образе Господа Вайкунхи, где проявлена вся Эшвария, все богатство, все могущество. Даже они удивлены этими играми. Настолько замечательные эти игры. И эти игры содержат в себе множество тайн. Они содержат в себе множество вопросов. И когда наше сознание погружается в эти игры, когда оно погружается в эти вопросы, у нас есть, открывается шанс. Единственный шанс. Открывается единственная дверь из материального мира. Появляется реальная возможность вытащить свое сознание из трех гуд материальной природы. Мы как там, как сахар растворенный, как соль в этой воде. Вытащить и прилепиться к чему-то трансцендентному. Поэтому для этого Господь проявляет эти игры. И эти игры, они начинаются с чего-то очень интересного. Вот представьте себе, да, ситуация возникает. Приходит Мать-Земля, корова. Приходит Господу Брахме. С этого начинается история, которую рассказывает Махараджа Парикши. Он выбирает эту часть истории. Это же какая-то определенная тайна. Представляете, Мать-Земля. Во-первых, удивительно, что вообще Мать-Земля куда-то может прийти. Она приходит к Господу Брахме, к инженеру, да, или к главному управляющему, к менеджеру этой вселенной. И начинает жаловаться на свое положение. Вот у меня вопрос к вам. Не надо на него сейчас отвечать. Подумайте. Я, может, даже сам на него не буду отвечать. Чтобы подумать побольше. Почему Мать-Земля не пошла, когда Хиранья Кашипу с Хираньякшей копали ее, жаловаться к Брахме? Почему она не пошла, когда Господь, когда Равана устраивал свои игры здесь? Ведь она же так же могла пойти к Брахме, пожаловаться, сказать, вот опять демоны завелись, опять нарушают все. Но почему-то в этом случае она пошла. Да? Интересный такой момент. Отвечать не буду. До конца лекции. Может, в конце отвечу. Может, вы где-то в другом месте найдете ответ. Вот подумайте над этим. Пусть будет вот эта вот загадка, да, как детектив. Это энергия чит. Когда нет ответа, а его хочется получить. Может, кто-то книжки возьмет в руки, лекции послушает. На шастры на какие-нибудь запишутся куда-нибудь. Зададут вопросы духовному учителю. Ничто делать, когда хочется мороженое, нельзя. Какие-то серьезные вопросы зададут по священным писаниям. Вот такой вопрос. Почему она пошла в этом случае? Более того, в играх Господа Кришны земля представлена Кубджей. И когда он приходит, когда он заходит в Матхуру, кого он встречает, это Кубджи. Это изогнанная женщина, которая несет на себе тяжесть существования материального мира. Сари, который оденет на нее, горб, который на ней есть. Это грехи этого мира. Она несет их на себе. И говорится, сама земля говорит, я, говорит, не могу, я могу выдержать все, но обман выдержать не могу. Да, вот, людей, которые нечестные по своей природе, не могу выдержать. И чем более возвышенная личность обманывает, тем труднее земле это выносить. Если Равана обманывает, ну все понятно, чего с него ожидать. Это же демон. От него трудно ожидать, что он скажет правду. Но если преданный обманывает, это нонсенс. Одно из качеств Кришны, он правдивый. Преданный не может обманывать по своей природе. Но если он обманывает, этот груз для матери становится еще тяжелее. Правильно? Потому что она же любит преданных. Она же мать. Она любит всех живых существ. Вот этих понятно, что ожидать. Оторви да брось. Но мы преданные. Если мы обманываем, это груз для матери еще тяжелее. И в конце концов, к концу века Калия сама мать начинает черстветь. Она черстветь до такого состояния, что земля просто покрывается коростой. Уже никакой любви, не остается. От вот этого груза этих грехов там практически уже ничего не растет. Одни только раскаленные ветры дуют. Ну, в 12-й песне описано это все. Ну, а тут мать-земля приходит и жалуется Господу Брахме. Говорит, демоны заели. Пришли и нарядились в одежды царей. И обманывают. Не являются царями, но обманывают. Сделали что-нибудь. И Господь Брахма поступает удивительным образом. Он удивительным образом происходит. Он не набирает телефон прямо тут же. Говорит, сейчас к Кришне позвоню. У меня есть там Пуруша Сукта. Специальная молитва для прославления Господа. Я прямо тут же назову. Сам Господь Брахман говорит, пойдем со мной. И он обходит сам. Он обходит всех полубогов. Собирает их. И говорит, пошлите на Киртанамилу. Все вместе собираемся. Очень сложная ситуация. Пойдемте вместе помолимся. Господь Брахма, его называют Витхи. Витхи это тот, кто устанавливает правила. Господь Брахма на своем примере показывает. Он не считает, что его молитва может дойти до Господа. Он не находится в этом состоянии незрелого преданного, который думает, что если он вчера просад предлагал то, что в магазине купил и в источнике вечного наслаждения картинки посмотрел и пробовал повторять святые имена и даже несколько раз пришел на воскресную программу, что Кришна уже слышит все его молитвы. И прямо тут же только одно занятие у Кришны исполнит все его желания. Прямо тут же. Потому что он же уже преданный. Он же уже отказался там от сигареты. Терпит целых три дня. Господь Брахма, он серьезный преданный. Он понимает, что Господь личность. И действительно, Бог услышит любые молитвы в любом положении. Потому что он находится в сердце. Но ответит ли он на эти молитвы? Это его выбор. Он может ответить на эти молитвы, а может нет. Поэтому, для того, чтобы быть уверенным в том, что Кришна ответит на эти молитвы, Господь Брахма собирает других преданных, которые ему доступны. Он собирает тех, вместе с кем пытается устроить волю Господа в этой вселенной. Они все вместе идут на берег Молочного океана. И Господь Брахма это тот, кто начинает произносить эту Пурушу Сукту. А полубоги, они начинают повторять ее вслед за ним. Господь Брахма это тот, кто видит Господа, а полубоги не видят его. Это тот, кто общается с ним. Но он находится в очень, в очень, очень смиренном положении. И вот это очень смиренное положение характеризует Господа Брахму как величайшего преданного. Потому что, когда мы обращаемся к великой личности, тот уровень смирения, который мы показываем, просто показывает на трезвость наших мозгов. Очень трудно представить себе, что мы ногой откроем дверь в кабинет Путина. Вообще даже трудно представить, что мы в подъезд дома Путина откроем дверь. Вообще очень трудно представить, что мы даже в тот район, где он живет. Дверь на горе откроем. Поэтому Господу Брахма обращается со смирением. Это первый урок, который нам показывает Господь Брахма. Он говорит, вместе с преданными я обращаюсь с этой молитвой. И вот так начинается разворачиваться эта игра. Так начинается ее рассказывать Махараджа Парикши. Махараджа Парикши говорит, через смирение, через смирение Господа Брахмы Господь отвечает на эту молитву. Он говорит, да, я приду сюда. Я приду и появлюсь здесь. И устрою свои игры. Если вы хотите, чтобы я устроил эти игры, я приду и устрою его. Наполню это, и Ананда, и все. И иногда преданные, они думают, ну, я у себя дома живу, у меня есть дома божества, у меня есть отношение с Богом. Зачем я должен приходить в храм? Зачем я должен вообще куда-то идти? Но Господь Брахма думает наоборот. Почему? Потому что Господь Брахма, он не находится в состоянии детского сознания. Детское сознание, это значит, ребенок 3-5 лет, он сегодня хочет делать что-то, а завтра он не хочет что-то делать. Взрослый человек, он имеет ответственность какую-то. Ответственность, это означает, он делает и сегодня, и завтра, и послезавтра. Потому что ответственность, это перед кем-то. Ответственность всегда есть перед кем-то, потому что муж отвечает за жену и детей, и жена за детей. Дети не отвечают ни за кого. Поэтому они хотят сегодня что-то делать, а завтра могут ничего не делать, и родители их направляют. Говорят, ходи в школу, учись, и так далее. То есть кто-то из старших направляет. Таким образом, дети, они отдают свое вожделение, гнев и жадность на управление родителем. В этом принцип взросления. Когда ты сам не можешь управлять своим вожделением, когда ты не можешь управлять своим гневом, своей жадностью, ты передаешь это своему духовному учителю. Или кому-то из старших предантов. Или еще кому-то. И тот, кто принимает на себя эту ответственность, он понимает, что я и со своим-то вожделением, гневом, жадностью не очень-то могу его контролировать. Но, если мы находимся в этом положении, ну вот по воле Господа так получилось, что неосознанно мы приняли это положение мужа, жены, или еще кого-то. У нас есть за кого-то забота. Это означает, что мы находимся в более серьезном положении. И нам уже некуда отступать. Мы уже в этом положении. Нам уже нужно исполнять эти обязанности. Отступать некуда. Отступать, это значит деградировать. Дети могут отступать. Мы нет. Взрослые. Таковы уровни духовного развития. Когда человек в духовной жизни принимает какую-то ответственность, ему некуда отступать. Он уже пообещал, он уже дал эти обеты. Вот. И Кришна разворачивает просто с ног сшибательно удивительные игры. Вот представляете, Господь Брахма, который смотрит на эти игры, он не может понять, он привык к тому, что Вишну это величайшая мощь, это величайшее богатство, это величайшее уважение. Но когда он смотрит, как этот Вишну просто в навозе ползает по двору Нанды Махараджи, как он носит тапочки Нанды Махараджи у себя на голове, когда Ешода просит его, Кришна, ты среди мальчиков считаешься очень сильным, даже Господь Баларама говорит о тебе, что ты очень силен. Принеси вот эту скобейку мне. И Кришна говорит, маме сейчас принесу, берет эту скамейку и не может ее поднять. Она тяжеленная, эта скамейка. Маленький мальчик, он ее волоком тащит. И мама смеется, говорит, а Баларама считает тебя очень сильным? И Кришна говорит, да, я такой. Тащит эту скамейку. Господь Барахман смотрит на это все и говорит, и это верховная личность Бога. Потому что игры Кришны, они удивительны, потому что он одновременно и всеведущий и введен в замешательство. Одновременно Лила Шакти, да, или вот эта вот према, которая есть у Кришны, она покрывает его. Это према его преданных. И под влиянием этой премы Кришна забывает, что он Бог. Он думает, Ишода ко мне относится как к ребенку. Я играю роль ребенка. Я беру эту скамейку. Я не могу ее поднять. Проходит 8 дней, там, или сколько до дней, да, проходит от его рождения. И ведьма путана, потому что Камса узнал, что Кришна уже родился здесь. Его смерть родилась, да, представляете? То есть все уже. Голос небес, официально, новости передали. В программе время объявили, ты помрешь. Твоя смерть родилась в виде маленького мальчика. Что делает Камса? Камса делает, что он своих друзей собирает и говорит, убейте всех новорожденных детей. И на всякий случай тех, кому годик тоже. Кому два, кому три. Убейте всех детей вокруг. Вот. И ведьма путана, или путана, как ее там обозвать, это очень такое коварное, злобное, живое существо. С одной стороны, она может менять свою форму, да, она может менять это обличие. А с другой стороны, внутри у нее есть вот эта вот ненависть, вот эта вот жестокость. Вот это есть. И эта ведьма, эта путана, она говорит, да я с радостью высосу в жизнь у всех этих младенцев. И более того, даже когда мне уже не захочется сосать из них эту жизнь, я просто буду грудь свою ядом мазать и буду ходить и отравить их просто. Потому что цель моей жизни, Махарадж Камша, удовлетворить тебя. Такой мой долг, как твоей преданности. Да, мы всегда кому-то служим. Если мы говорим, что мы служим Кришне, и у нас между Кришной никого нет, одной из двух, либо мы величайший Парамахамса, такой, как нам, да, Махарадж, либо мы просто величайший обманщик, который обманывает сам себя. Просто служим своему умному. И вот она говорит, да, я служу Камсе, никаких проблем. И она идеально исполняет свои обязанности. И вот до нее доходит слух, что совсем недалеко, совсем недалеко, вот в Акуле, вот тут же, рядом, только ему, ну, переплыть, у Нанды Махараджа родился ребенок. Все преданные ждали, когда родится этот ребенок. Если время останется, более подробнее расскажем. Вот, и просто слава об этом ребенке, она разлетается вокруг, все счастливые, все передают эту весть. Там удивительный праздник расходит, ну, в это время, когда он родился. И мы, ведьма, тут она идет туда и говорит, о, видит, видит Кришну, видит этого ребенка, смотрит на него. И она приходит туда в очень привлекательной форме. Она настолько привлекательна, она подходит уже вечером, когда уже полночь, ну, когда уже сумерки опускаются на землю, она приходит в это время, она видит Ешоду и начинает отсчитывать Ешоду. Она говорит, ты молодая мама, ты не проходила курсы воспитания детей, ты не читала специальные книжки по этому поводу, а я на этом деле, я гуру этого дела. Ты неправильно заботишься о Кришне, смотри, его нужно держать в руках так, ласкать его так, вот, и она в руках держит лотос, и глаза ее источают любовь, и она вся такая счастливая, и Ешода, она немножко сжимается так, и говорит, ты действительно, ты так любишь Кришну лучше, чем я. И вот это вот, вот эти вот качества, которые демонстрирует Ешода, это качество преданного. Когда другой говорит, ты неправильно служишь Кришне, вот я хочу послужить Кришне, я лучше тебя это сделаю, то естественным образом, любой преданный, он говорит, здорово, я не знаю, как удовлетворить Кришну, я делаю что-то, но я не уверен, счастлив Кришна или нет, но если ты уверен, что ты лучше меня сделаешь, это служение, возьми и сделай его, все тебе благословление. Редкое явление, да, когда кто-то там, ну вот, Путана говорит, я сделаю это, и Шода говорит, пожалуйста, накорми его, что тебе нужно для этого, я молока подогрею, я тебе цветовую принесу, я, что нужно, и она говорит, иди займись на кухне, там порядок наводи, беленки постирай, там еще что-то, я здесь сама все сделаю, видишь, ребенок молчит, даже не плачет, не смеется, замучили вы его, затискали, сейчас я с ним, вот, и она сует ему отравленную грудь, и в этот момент, только что Кришна находился, да, как маленький ребенок, который полностью зависел от Матаджи, от Матаджи Ешода, от Матери Ешода, он зависел полностью, в этот момент, Кришна проявляет себя, как верховная личность Бога, потому что, Дживага с вами, он говорит, что, ну, если вы перепутали змею и веревку, то чья проблема, змеи, что вы ее перепутали с веревкой, или вас, что вы ее попутали, если у вас нет знания, и вы свете палец в огонь, то кто виноват, огонь, который вас обжигает, Кришна говорит, ну, ты хочешь меня убить, но больше 100 преданных вокруг хотят, чтобы я еще пожил, если я помру сейчас, то помрут все пастухи вокруг, помрут все, я с удовольствием поиграл с тобой в эту игру, через 150 лет я поиграю в эту игру, когда придет время оставлять эту планету, но сейчас не время, я только 8 дней как явился, поэтому давай лучше ты остаешь тем, одно из двух, либо ты, либо я, ты не хочешь играть с нами в нашу игру, ты хочешь мешать нам в нашей игре, давай я тогда сделаю один глоток, ты хочешь, чтобы я тебя послужил, хочешь меня накормить, я сделаю один глоток, я сделаю второй глоток, у тебя закончилось молоко, но у тебя есть еще жизненная энергия в твоих молекунах, в твоих атомах, у тебя столько шахти, столько энергии, давай мне это все, давай, тебе уже это больше не надо, глоток за глотком, вдох за вдохом, и эта ведьма, когда, вот в Индии есть интересная поговорка, что человек подобен сосуду, если его толкнуть, чем он наполнит, то из него и выписнится, в спокойном состоянии не определить, какой человек, хороший он или плохой, особенно, когда он в общество идет, он знает, как себя вести, он же обученный, да, Дейла Карниги прочитал, еще кого-то, знает, как пыль в глаза пустили, все знают, дожили до 40 лет, уже примерно ориентируются, как сделать, чтобы по шее не получить, как получить то, что ты хочешь, какой-то навык есть, человек как сосуд, когда Кришна качает сосуд путанный, вся ее вот эта вот чернота, вся ее гнилья проявляется наружу, и она превращается в эту страшную демоницию, вылетает оттуда, и Кришна вдох за вдохом выпивает из нее эту энергию, она взлетает в небо, пытаясь оторвать от себя Кришну, и Кришна говорит, твоя любовь ко мне, вот такая, а моя любовь к тебе, вот такая, и я не могу тебе отпустить, пока не выпью ее всю, принесла мне любовь, давай, почему у материи и Ишоды не кончается эта любовь, а упутанность закончилась, потому что та была поддельная любовь, а у Ишоды, когда мы раздаем эту любовь к Кришне, она у нас не кончается, она все время растет, все больше и больше, если мы делимся ей, но если мы имитируем эту любовь, мы ее раздаем, а в ответ не получаем, от тех, кому раздаем, от подопечных своих, еще от кого-то, нету этой любви, и если мы по своей природе как путано, то наш этот, вот этот ложный образ, который мы создаем, он очень быстро растворяется, и мы проявляем демоническую природу, потому что по сути мы внутри и есть эти демоны, мы только снаружи в этой гирлянде, да, и с этой телок, нас качнули, и только не проклятие оттуда, или еще там что-то, и путано она олицетворяет вот этого ложного гуру, да, который там говорит, как современные психологи, они же пытаются занять место учителей, гуру, пытаются занять, они говорят, хорошие лозунги говорят, живи здесь и сейчас, хороший лозунг, здесь и сейчас живи, полюби себя, очень хорошие лозунги, да, баран, поверьте, он живет только здесь и сейчас, у него настолько простые мозги, что он не живет в прошлом, и настолько слабое воображение, что не живет в будущем, то есть психолог, который к вам говорит, живи здесь и сейчас, он говорит, стань бараном, живи здесь и сейчас, никакой разницы нет, осел, это пример того, кто любит себя очень сильно, особенно свое пение, полюби себя, стань бараном, стань ослом, то есть если за этим нет ничего, а куда деть совесть? У барана совесть, очень простые отношения, она ему говорит, ешь траву, он ест траву, все, у человека с совестью сложнее отношения, потому что больше диапазон, больше свобода, и если мы свою свободу неправильно ограничиваем, то жить здесь и сейчас не получится, потому что есть прошлое, и Кришна как параматма в сердце тебе напомнит об этом прошлом, и скажет, да ты столько там нагрешил, придут какие-то люди и скажут, ты это наделал, но тебе говорят, полюби себя, за что ты себя полюбишь? Да полюби какой ты есть, и живи спокойно, то есть забудь о совести, и полюби себя, и будешь жить, наслаждаться, то есть по-другому говоря, выкини бога из своей жизни, вот такова ведьма путана, то есть это ложный гуру, говорит, я тебе сейчас научу, и лозунги-то хорошие, здесь и сейчас, здесь и сейчас начни служить Богу, вот это хорошее наставление, да, здесь и сейчас, посмотри на себя, как ты себя ведешь, полюби себя за то, что ты встал в 4 утра, что-то хорошее сделай, за что ты себя можешь полюбить, за что ты начнешь уважать себя, сделай какой-то шаг в сторону Бога, тот, который описан в Священных Писаниях, научись хотя бы есть продукты из магазина, перестань хлеб там покупать, и начни себя уважать за это, и люби себя за это, потому что Кришна не покупает хлеб из магазина, сделай для него хлеб, и предложи, и уважай себя за это, люби, вот это будет здесь и сейчас, такое наставление может дать преданный, а психолог тебе скажет, стань бараном, и люби себя как осел, и живи без совести дальше, поэтому это очень опасно, идти на поводу современных лжегуру, а их очень много, а в Калиюху все хотят друг друга учить, и даже образовательные курсы по этому поводу проводят, не обманешь, не проживешь, правильно, религии какие-то придумают, дайнетику какую-нибудь придумают, еще там чего-нибудь, вот такие личности появляются, вот, сколько времени-то есть, может уже пора заканчивать, Амир, у вас по-другому, вопросы можно, да? А, уже вопросы? Ну, мы только окунулись в океаны, и там есть очень много этих удивительных, и там, я тогда просто прочитаю, конец прочитаю, конец, это, всю черебину мы опустим, все 54 листа мы опустим, мы сразу пойдем, 10-я песня Шиман-Багва, 14-7, Господь Бракта говорит, «О мой Господь, непостижимые качества, красотой и деяния, которых ты явил, придя на эту планету, невозможно измерить никакими материальными мерками, любые попытки представить себе Кришну тоже ни к чему не проведут, может быть, когда-нибудь ученый-материалист после многих-многих жизней и долгих лет упорного труда определит атомный состав этого мира, или даже сосчитает атомы, из которых состоит эфир, может быть, кому-нибудь, какому-нибудь ученому даже удастся определить число атома во Вселенной, но даже тогда он не в силах будет сосчитать все трансцендентные качества в тебе, источники трансцендентного блаженства. Это тот же Господь Брахма, который в начале этой истории идет и молится в очень смиренном состоянии. Это тот же самый Брахма, который сейчас говорит это. Он говорит, «Я смотрю на твои игры уже 50 лет, и эти игры не перестают удивлять и радовать меня. И эти игры являются единственным источником радости для меня в этом темном, мрачном, материальном мире. И эти игры для меня являются единственным источником, чтобы я забыл про жестокие и злые игры материального мира. Чтобы мое желание никогда больше не погружалось в этот океан материальной природы. Чтобы я вытащил свое сознание, которое растворилось в этой гунных материальной природах и мог сосредоточить на тебе. И поэтому, пожалуйста, сделай такое благословление хотя бы в этот день, чтобы твои игры были всегда в моем сердце. Чтобы мое сознание всегда было погружено в эти игры. Чтобы у меня всегда был вопрос, почему ты делаешь так или так? Почему в этом случае преданные делают так или так в твоих играх? Почему, допустим, мальчики-пастушки, когда видят змея Касуру, который лежит на дороге, они видят, они в какой-то момент думают, это просто пещера красивая, скала. И тут же они проводят иштагорки и говорят, нет, это все-таки демон. Он лежит здесь и говорят, так давайте туда зайдем вместе с телятами. Вот какая логика в этом? Вот вы идете по дороге сегодня вечером с праздника и видите, демон лежит на Комсомольском проспекте. И верхняя голубая на 8 ёжин поднята, и там зубы торчат, глаза красные горят, и дыхание рыбное, зловомное. И вы думаете, я туда зайду, и Кришна меня спасет. Гениальное решение. Вот вам вопрос, да? Почему они так решают? Шива Прабхупада в источнике вечного наслаждения пишут. Они посовещались и решили туда зайти. Может быть, на следующем же мастерном ответим на этот вопрос. И таковы все игры Господа. И такова любая его игра, на которую мы посмотрим. Она кажется простой для нас, но для Господа Брахма она кажется чем-то удивительной. Единственная его молитва это чтобы игры не всегда остались в наших сердцах. Поэтому давайте в этот день попросим Господа, чтобы он проявлял эти игры снова и снова, снова и снова. На страницах книг Шива Прабхупады, в спектаклях, в общении с духовным, с нашими преднами, в святом имени. Когда-то в какой-то момент наши сердца расплавились, наше сознание, наши сердца погрузились в эти игры и больше не выныривали в эти жестокие игры материального мира. Прекришне. Вопросы? Только не мурманщиков, которые пошли в пастик газу. А почему земля, она пошла именно, когда был в пастик, а не пошла, когда был лялан, и когда были? Величайшие умы в вайшнавской теологии задавали себе этот вопрос. И есть несколько мнений по этому поводу. Лишванавти, Чакрававти, Дживы Госвами, Рупы Госвами. Они очень смиренно пишут по этому поводу. Кришнадаса, Кавиратры Госвами. Они говорят так, что до тех пор, пока демоны выступают как демоны, земля, она принимает. Но когда демоны начинают выступать как цари и считают себя преданными, в этот момент вот эта тяжесть, она начинает становиться для земли невыносимой. Вот такой ответ. И когда Кришна восходит, приходит в Матхуру и распрямляет Кукджу, он показывает, мы очистим тебя от всех твоих страданий, от всех этих тяжестей. Мы очистим тебя. Готовься. Восемнадцать Акшуухини, Джарасанхи растворятся. Да? Сколько он там нападал на него раз? Дурьотха, на который является частичным воплощением Кали будет убит вместе со всеми остальными. Тоже удивительная игра, да? Вот посмотрите, Господь Баларама одаривает его своей милостью. Потому что он вдохновлен своим учеником. Дурьотха. Ученик Господа Баларама, да? До какой-то степени. Он учится у него и проявляет энтузиазм. Все качества, которые Рупа описывает в Нектаре наставления. Энтузиазм проявляет, проявляет, терпение проявляет, смирение проявляет перед Господом Баларамой. Учится на палецах сражаться. До такой степени удовлетворяет Господа Баларама. Баларам говорит, я тебе весь мир преданных подарю, начиная с Судхаджи, своей сестры. Подарю тебе общество преданных. И Кришна говорит, стоп, 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 стоп. Нет. Это гуру. Гуру хочет подарить нам весь мир, да? Весь мир преданных хочет подарить. Но если мы находимся в положении Дурьотхана, мы думаем, нет, Дурьотхан у него очень сложное положение, у него полно вожделения. Он хочет претендовать на то место, которое ему не положено. Бог не определил ему это место, а он на него претендует. А на этом месте уже другие преданные находятся. И Дурьотхана думает, я обману духовного учителя, да? Я научусь у него чему-то, и потом займу место, то, которое мне не положено. И Кришна говорит, не-не-не-не-не, подождите. Общество преданных пойдет своей дорогой, и ты, дорогой Дурьотхана, со своими друзьями пойдешь своей дорогой. В свои игры будете там умирать. Постепенно, 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 развивая вот это сознание, да, которое Дурьотхана развивает, он получает удар в область ложного эго. Бедро – это то место, откуда растет это эго у всех живых существ. Бимасенов, дофлавленный Кришной, который показывает ему, куда нужно бить, он делает этот Дурьотхан. По ложному эго Дурьотхану он говорит, все, конец твоим играм выступит. Даже гуру не поможет. Так, это я на какой вопрос отвечу. Этих тайн очень много. Изучайте их общественные преданности. Шри Кришна. Шри Кришна, Жанмаштники. Сегодня нам из этого зала некуда выходить. Мы все будем ждеть. Теперь рада приглашается объявление о Санкт-Петербурге. Наверное, если бы преданные праздновали с 10 часов утра этот праздник, конечно, было бы лучше. Да, и мы бы все равно заканчивали бы в 9-10 вечера. Но вот пока обстоятельства такие, что мы начинаем праздник в 5 часов. У нас после выступления Чария Радны, после объявления результата в Санкт-Петербурге будет спектакль, спектакль детский. Потом еще будет немножко как бы одно-два выступления. И потом будет Гаура Радте, а потом Тарсад. Харе Кришна, дорогие преданные, всех с праздником! Это очень удивительный день, очень необычный день. И здорово, что мы нашли время прийти сюда и отметить день рождения Кришны. Эти лилы, о которых сейчас рассказывал Адвард Чандра, они не за горами, они здесь происходят. И перед самыми Джанмастами произошли очень-очень удивительные лилы, которые только преданные могут понять. Во-первых, была за две недели провинная Радхаятва. Такого никогда не бывало. Никогда не бывало. Обычно за год готовятся к Радхаятве и преданные сделали этот удивительный праздник и сделали именно в соответствии с законом Ирова. То есть на Радхаятве было разрешено распространять книги. Это было сверхудивительно. Я не был на Радхаятве, я был на симпозиуме в Челябинске, преданные мне рассказывали, сколько раз проверялись книги и книги распространялись в очень больших количествах. И все были очень вдохновлены. Затем Лила произошла, что Харинаму разрешили. Это было просто удивительно, что ее сделали в субботу. В субботу проходит Санкиртный выходного дня и Кришна устроил так, что после Санкиртного выходного дня можно прийти на Харинаму и сопровождать Харинаму. Это была тоже ягня. Очень была необычная ягня. То есть на Харинаме разрешено распространять книги Прасад и Пет Святое Имя. Вот это три анги, которые мы должны в Кариюгу делать, чтобы удовлетворить Кришну. И преданные тоже удовлетворили. Поэтому это очень необычно и со временем каждый будет это отслеживать. И Господь Кришна проявился. Вот впервые за этот год результат тут Чандрава не подала. Я уверен, у меня тоже большой результат. Она, наверное, где-то придет и скажет. Но было распространено 102 книги. И всего 9 преданных. Это очень удивительно. Это очень удивительно. Ягня. По традиции мы прославляем тех преданных, которые вышли, пытались рассказывать о Кришне, но в этот день Кришна просто их бережет для следующих высоких результатов. И они не показали результат. И это наш лидер Санкт-Киртаны Илья Русланов. Он уже много-много лет делает это служение. И он сейчас не может по семейным обстоятельствам приходить на Санкт-Киртану общаться. Но каждую субботу или воскресенье он выходит и распространяет книги. И он знает, как это делает. Если кто-то желает научиться этому искусству, подойдите к нему, он вам объяснит, как нужно это делать правильно, по закону и с улыбкой людей вдохновлять на преданное служение. И он в этот день не распространил книги. Но мы давайте ему дадим благословение. Он распространял очень много и будет всегда распространять много. Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе Харе Рама Харе Рама 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 Харе Харе Ну и Матуша Чандрава не подала результат, поэтому тоже давайте благословенно подойдет и расскажет результат. Я уверен, что она распространилась в этой книге. Харе Кришна Харе Кришна Кришна Харе Харе Рама Харе Рама Рама Харе Володя Кочнев одну книгу распространял, но он работает, но все равно умудрился где-то на работе всегда живет Санкир на выходного дня и на работе где-то он распространил в этот день книгу. Давайте его тоже благословим. Харе Кришна Харе Кришна Кришна Харе 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 Рама Харе Рама Матушка Лакшми, ее уже сколько раз прославляла, она каждую санкирку будет приходить и распространять. У ней берут то 10, то 20, то одну, то не одной. И она всегда говорит, когда же мне все-таки Кришна доверить. Но я уверен, что он ее давным-давно уже доверил. Она тоже одну книгу распространила. Давайте, благословим. Харе Кришна, Харе Кришна, Харе Рамам, Харе Рамам, Харе Рамам, Харе Рамам. Александр Макричан, он всегда приходит на багатам, всегда приходит на санкирку выходного дня. Он всегда вдохновлен этими программами и говорит, ну вот я в субботу и воскресенье, как назло, всегда работаю. Ну, я, говорит, хочу, я хочу. Вот он сегодня будет в спектакле участвовать. И он поехал в нытву и вдохновил нашу удивительную плену Шравана приехать сюда. И он ему отковал трезубец, но он по пути ему еще и книги распространил аж целых семь. Давайте, Саша, благословим. Аллея, Кришна, Аллея, Кришна, 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 Аллея, Аллея, Рама, Аллея, Рама, 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 Харея, Харея. Сторожил Санкирку на выходного дня, Чащин Алексеев. Два месяца он был в Кукуке, вдохновлял преданных, вдохновлял делать там служение. Но ему, говорит, мне не хватало, не хватало вот этого. И вот изголодавшись он приехал, и вот он каждый день сейчас выходит, и каждый день, мы каждый день Божествам объявляем результаты после Мангала Радеи. Он каждый день распространяет книги, то одну, то две, то четыре, то пять. И вот в этот день он распространил одиннадцать. И давайте благотворим Алексея. Харея Кришна, Харея Кришна, 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 Харея, Харея, Рама, Харея, Рама, Рама, Харея, Харея. И вот матушка Чандра Канка, она просто супер какой человек, из-за Камска, с такими больными глазами. Она приехала и пришла к нам. Я говорю, как вы добрались? Просто, говорит, проявил меня, привез, и все. И она говорит, я хоть никогда не могу к вам попасть, я все равно мысленно распространяю книги. И вот в этот день она оторвалась, она расхаят, и везде, и она распространялась. Двенадцать книг. Давайте эту удивительную трену благословения. Харея Кришна, Харея Кришна, Кришна, Харея, Харея. Харея Рама, Харея Рама, 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 Харея, Харея. И Господь почему-то решил сделать тоже, чтобы я Ему сделал подарок, и поэтому Он не позволил 60 книг из этих, наверное, распространять. Спасибо большое. Харея Кришна, Харея Кришна, Харея, Харея. Мы были на симпозиуме в Челябинске, и от Хокшида Прабу передавая очень сильное такое у него желание, чтобы эта программа работала во всей России. Он говорит, что это не мое желание, это желание читания Чандры и Чаран Прабу Бахти Ведьяна Хараджа. Он просто передает, но говорит, горска людей все равно не сделает то, что сделает много людей. Поэтому санкельта на выходного дня зависит от количества людей. Поэтому не стесняйтесь, если вы даже не приходите на программу. В субботу-воскресенье книги засчитываются вот в эту программу, и поэтому передавайте Денису Рассохину, он у нас лидер санкельта на выходного дня, результаты. Или Илье позвоните, или мне, если я доступен. Но подключайтесь к этой программе, потому что это ягья. Благодаря распространению книг будет всегда Харинама, будет всегда Хаятри. Будет всегда очень чистая атмосфера, очищение очень сильно будет происходить в этом городе. Поэтому это не удел каких-то 8-9-10 человек. Это программа всей нашей Ятри. Поэтому давайте благословим нашу Ятри, чтобы эта программа в нашей Ятри в полном мире вырабатывалась. Ой, простите, пожалуйста. Вот, да, да, да. Спасибо, что вы напомнили. То есть на Радхаятри я не был. Ой, не на Радхаятри, а на Харинаме. И Света Шмакова, удивительно преданная, она постоянно подойдет результаты, но я не раз ее на программе видел, поэтому даже я с ней не знаком. Она распространила 10 книг. Давайте ее тоже благословим. Простите, пожалуйста, что я запамятовал. Поэтому в субботу на Снайперов 1, это индустриальный район, это не так далеко добраться. Мы всех ждем на эту программу. И каждый день проходит Багава там на этом, по этому же адресу. Это рано, конечно, полвосьмого, но все равно кто-то может подъехать и послушать. А если вы после работы захотите, то Багавадгита в шесть. Такое субботу. Поэтому милости просим приехать. Мы вас на каждом просаду обогрели тихотом, как и можем. И поэтому подключайтесь, пожалуйста, к нам и будем все вместе это делать. Санкир-тана-я-я-я-ки-и-джа! Багава-раппада-ки-и-джа! И вот это подарок. Завтра день Ежене Шебрапады. Прабхупада очень будет счастлив получить такие позначения. Спасибо вам большое. Олегришно! Олегришно! Дорогие предыдущие, сейчас начинается у нас культурная программа. Нам вот первый ряд надо чуть-чуть подвинуться, да. Чуть-чуть двиньтесь, чтобы вас не потревожили наши артисты. Немножко. Метр там. Метр там. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok DimaTorzok ДимаTorzok 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 Индия Колыбель духовности на планете Среди многих святых мест Индии Вриндаван является самым священным из всех Все древние тексты утверждают, что Вриндаван — проекция духовного мира на нашей планете Агапурано Басид Из всех трех планетарных систем, эта планета Земля особенно удачлива, поскольку на ней расположен город Вриндаван. Здесь, во Вриндаване, Кришна являет свои детские игры, участвовать в которых стремятся даже такие великие преданные, как Господь Шива, Нарада Муни, богиня Лакшина. Попасть сюда можно только по великой милости. Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок 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 Спасибо. 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 Даже Лакшмидеве однажды страстно хотелось оставить грудь Нарайны и жить, как и Гопи во Вриндаване. Кришна так привлекательен. Он обладает особыми качествами, которых нет даже у Господа Нарайны. Кришна всегда окружают любящие и преданные, и Он играет на фрете. Лакшми Лакшми пыталась попасть во Вриндаван, совершая аскету на протяжении тысяч лет, но все же не смогла избавиться от отождествления себя с богиней удачи. Ей присила быть простой Гопи, доить коров, собирать земель и лепешки коровьего навоза, готовить на них. Ей была не по душе эта роль. Это противоречило ее природе. Поэтому Лакшми осталась на груди Нарайны. Лакшми 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Границу, разделяющую Вриндаван и Матхуру. Камса, в облике год. Все мои спутники, которых я посылала в Вриндаван, убиты этим ничтожным мальчишкой-хрустуком. Я собственноручно убью его. Что ты тут делаешь? Что ты тут бродишь вокруг Вриндавана? Я царь! В Вриндаване только один, Садь, Кришна. Если ты не будешь оставаться, тебе придется стать гофей. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Таван и Матхуру. Камса, в облике гопи, стал ходить по полям, подбирать навоз, делать из него лепешечки, лепить их на стены домов. Все руки его были перепачканы коровьей, мочой и навозом, и он ругался про себя. Я же царь! Фу! Чем я тут занимаюсь на полях и огородах? Ну, теперь? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Нет, урок второй. Самый лучший навоз, это тот, что не касается диньков. И на том, что ты сейчас обучаешься, как быть настоящим праздником, тебе нужно ходить за коровами, вот с этим игроком. И как только навоз появится, тогда Камса сказал, не хочу иметь ничего общего с таким в Раджа-Вахте, и сбежал. Как только он пересек границу Матхуры, он тут же вновь превратился в Камсу и никогда уже не возвращался в Камсу. ИНОГДА ДЕМОНЫ ПОПАДАЮТ ВО ВРИНДАУН ЧТОБЫ ДОБАВИТЬ ОСТРОТЫ ИКРАМ КРИШИ Однажды демон по имени Аришто Сура появился во Вриндауне в облике свирепого исполинского быка. КРИШИ 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 Не бойтесь, ничего не бойтесь. Презвенная тварь. Зачем? Что тебе нужно? Если ты явился, чтобы помериться со мной с силой, то я готов сразиться с тобой. КРИШИ 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 Кришна, Кришна, где же ты? Вот я такой друг, где же ты пропадал? Кришна, угадай в какой руке? Вот в этой. О, моя любимая лаза. Кришна, угадай в какой руке? 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 Здесь вот нормально, у алтаря сидите, вот здесь. Вот где спектакль был, да? Кришна, угадай в какой руке? Завтра, угадай в какой руке? Ну, да, угадай в какой руке? Все, прекрасно. Субтитры делал DimaTorzok 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 Дима Тorzok 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 Дима Тorzok